Я рад приветствовать вас снова в медиагостиной музея Зои в подмосковном Петвещине. Вот о чем подумалось. Зачем нам важна подлинная история? Чтобы, опираясь на ее знания, не ошибиться в конструировании будущего. Именно поэтому мы говорим, что общество, лишенное истории, перестает быть народом и лишается права на будущее. Сегодня мы поговорим о предмете, о котором, казалось бы, мы знаем все. Но что необычного может быть в обыкновенном Валенке? Ну хотя бы то, что Валенок сыграл неоценимую роль в разгроме гитлеровских войск под Москвой осенью и зимой 1941 года. Это было первое поражение, которое было нанесено Вермахту после того, как он победоносно захватил практически всю Европу. Это очень характерный снимок. Яркий итог расгрома армии непобедимого Третьего рейха под Москвой. Обратите внимание, как одет советский офицер. Теплый полушубок из натуральной овчины и валенки. А на пленном немцы – то, во что превратилась щеголеватая униформа, разработанная знаменитым Кутерье Хуге Боссом. Прекрасно смотревшаяся на парадах, в реальных боевых условиях она стала одним из факторов немецкого поражения. Негламурно экипированные, вы уже знакомые нам ватники и валенки, бойцы Красной Армии оказались непреодолимой силой для грозного врага. Они оценили свои валенки не меньше своих надежных ППШ – легендарных пистолетов-булеметов «Шпайгер». Валенки на ногах наших танкистов на фоне еще одного символа победы – лучшего танка Второй мировой войны Т-34 – это тоже глубоко символично. Два символа победы на одном снимке. И если эта грозная боевая машина известна во всем мире, то на валенки незаслуженно не обращают внимания. А зря. Картинка. От стен Москвы следы валенок пролягут по бесконечным дорогам войны, пройдут по Европе и доведут до победы. Картинка. Вот они, победители, у стен неприступного Кенигсберга. Немецкое командование слишком поздно осознало последствия своего главного стратегического просчета. Блицкрик, молниеносная война провалился. Когда стало понятно, что до зимы с Красной Армией не управятся, стали спешно готовиться к холодам. Но самодельные соломенные лапти на высокой подушве оказались бессильны против валенка, который стал стратегическим фактором. Вот они, хваленые немецкие войска под Москвой. В самодельных обмотках, или те, кому повезло, в трофейных советских валенках. Мне удалось найти одно интересное свидетельство тому, как немцы попытались перенять советский опыт боевой экипировки. В оккупированном Париже поляк Анджей Бабковский ввел дневник. Там есть интересная запись. В конце 1941 года голодные парижане вдруг увидели в магазинах много пораненых. Проницательный Бабковский понял, что вермахт замерзает под Москвой. Следовательно, немцы по всей Европе стригут и режут овец. Но тулупы и валенки своим бойцам. Но у высокомерных фашистов не было необходимой инфраструктуры производства этой одежды. И еще немаловажный фактор. Ее не было у населения ни в самой Германии, ни в одной из оккупированных европейских стран. В отличие от Советского Союза. Форма, которая разрабатывалась, чтобы как на увеселительной прогулке проехаться по просторам нашей Родины и пройти победным маршем по Красной площади в Москве, оказалась поводом для убийственного юмора военных карикатур. Когда я говорю, что валенок – это один из ключевых элементов русской культуры, я утверждаю это вполне серьезно. В дни Великой битвы за Москву валенки столкнулись с европейским цивилизованным варварством вместе с бесценными экспонатами усадьбы гения мировой и отечественной культуры Льва Николаевича Толстого. Вы видите, во что фашисты превратили помещение дома-музея Толстого в ясный полярь. Они бесцеремонно грабили музей, забирали прижизненные фотописатели, а подлинниками, документами и мебелью отапливали устроенные в помещениях усадьбы казармы. Одно из зданий они сожгли до дла. Со временника Льва Толстого крестьянин Егоров, работавший в имении, вспоминал. «Однажды увидели немцы, что в валенках я. Навалились они на меня, душить стали и сняли таки проклятые. У многих они отняли валенки, шубы и одеяло, даже занавески поснимали». Узнав, что музей находится в видении Академии наук, фашисты с презрением отреагировали. Какие же это науки в Советском Союзе? Наш народ преподнес фашистам свою науку. Ту, которую еще легендарный генералиссимус Суворов назвал наукой побеждать. Советское командование хорошо подготовилось к грядущей войне. И, проводя массированную индустриализацию, разрабатывая и организуя выпуск новейшей боевой техники, не забывала о том, что главным фактором войны является человек, который должен не только хорошо стрелять и управлять боевыми машинами, но и качественно одет. Для этого надо было просто хорошо знать свою историю. Валенки – рот башмаков или сапог, сваленных из шерсти. Такое определение дает валенкам толковый словарь живого великорусского языка Владимира Дали. На то, что овечье шерсть имеет обыкновение сваливаться и превращаться в войлок, люди заметили еще в глубокой древности. И поняли, что эту неприятность можно обратить в пользу. Найденные при раскопках курганов на Алтае изделия из валенной шерсти исследователи относят к IV веку до н.э. В Горном Алтае обнаружены захоронения IV-V веков до н.э. В этих захоронениях были найдены предметы позырыгской культуры, среди которых были изделия из войлок. Это художественное изделие, знаменитый позырыгский войлочный ковер, пережило тысячелетия и сегодня хранится в Эрмитаже, главной сокровищнице нашей страны. Это самый большой из сохранившихся войлоков размером 30 квадратных метров. По расчетам специалистов, для изготовления этого ковра была использована шерсть, состриженная со ста овец. Но помимо сугубо эстетической ценности, изделия из войлоков бочевых народов были незаменимым атрибутом повседневной жизни. Наряду с износостойкостью они спасали от холода зимой и жары летом. Кочевники-скотоводы не знали законов термодинамики, они наблюдали за своими стадами. Их овец шерсть защищала и летом, и зимой. Видимо, сначала они просто состригали колтуны с овечек шкур, а потом приспособились делать из них одежду, затем специально валять войлок и даже украшать свои изделия, как эту шапку, которую вы видите на этом изображении, ее носили и летом, и зимой. А это – ничто иное, как войлочный саркофаг. Древние жители Алтая и соседней Монголии очевидно проявляли такую специфическую заботу об усопшем, полагая, что в подземном царстве им так будет теплее. Сейчас это произведение древних скотоводов как художественная ценность хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Но в годы Великой Отечественной войны войлочные изделия служили делу жизни. Обутая в непритязательной валенке, эта рота солдат направляется в сторону Эрмитажа отнюдь не на экскурсию. Это защитники блокадного Ленинграда. Можно только представить, скольким из них валенки сохранили здоровье и жизнь, сохранили тепло, которое в годы героической блокады стало одной из главных ценностей. Эти валенки вместе с хлебом доставляли по знаменитой дороге жизни. И не исключено, что свой путь к Дворцовой площади в Эрмитажу в годы войны они проделали из тех мест, где культура валяния шерсти была распространена уже полторы тысячи лет тому назад. Эти валенки, как стратегический ресурс нашей армии, поставляла Братская Монголия. Несколько миллионов пар монгольских валенок помогали сломать планы Блицкрига под Москвой и выстоять блокадному Ленинграду. Так история последней Золотой Орды повторилась через много столетий. Начиная с 8 века на Руси в валеной обуви щеголяли и летом, и зимой, однако валенки наших предков были мало схожи с современным. Они представляли собой низкие валеные ботинки без голенищ и именовались чуни, коты или валенцы. Причем такая шерстяная обувь была со швом. Сначала мастера делали отдельную стельку или верх валенка, а затем уже одну часть пришивали к другой. И лишь в 18 веке в моду вошли бесшовные, закатывающиеся в круговую валенки. Появившись вначале в Нижегородской губернии, они сразу стали неотъемлемой частью русского костюма. Нижегородцы, а затем и ярославцы стали законодателями новой моды. Причем речь идет именно о высокой моде. Даже императрица Екатерина II под парадными и бальными кринолинами носила нижегородские валенки. Полы во дворце не отапливались, а она, очевидно, страдала суставными заболеваниями. Тепло, здоровье и комфорт были дороже. И очень скоро ей стали подражать придворные дамы. Причем для них стали изготавливать валенки на каблуке. Что уж говорить о простом народе. В старину валенки считались ценным подарком, а иметь собственные валенки было очень престижно. По валенкам для невест выбирали жениха. Если жених в валенках, значит состоятельный человек. На Руси даже существовали гадания на суженого ряженого с помощью валенка. В святке девушки выходили во двор и кидали валенок. В какую сторону смотрит его носок, там и живет жених. Но любой престиж имеет смысловую основу. Уже с древности поняли, какими целебными свойствами обладает войлочная обувь. Валенки обладают противоаллергенными, обезболивающими, противовоспалительными свойствами. Валенок спасает стопу человека не только от холода, но и от жары. Ноги в валенках не потеряны. Волокна шерсти пропускают воздух. Благодаря этому валенки прекрасно поглощают и испаряют влагу. Массажные свойства. Валенки улучшают микроциркуляцию крови стопы. Известно, что еще Петр Первый считал валенки эффективным средством влечения радикулита. Зимой после пани и купа. Пани в проруби. Он требовал горячих щей и валенки. Всенародное отношение к валенку прошло сквозь века. И оказалось очень кстати в годы Великой Отечественной войны. Продолжая тему парижских наблюдений за последствиями лихорадочного забоя овец, покоренной Гитлером в Европе, чтобы хоть как-то наверстать стратегическое упущение в зимней подготовке вермахта, посмотрите на этот плакат времен войны. И население СССР откликнулось на этот призыв. Повсюду были организованы заготовительные пункты приема теплой одежды для армии, которая становилась штатным обмундированием войск. Бойцы на фронте получают подарки тыка. Обратите внимание на одну немаловажную деталь. Они подбирают себе валенки по размеру. У них есть выбор размерного ряда. Что это означает? А то, что население сдавало свои валенки массово и на заготовительных пунктах была возможность формировать размерную комплектацию. Особо хочу почувствовать. Люди в тылу, гражданское население, в основном старики, женщины и дети, жертвовали ради победы валенки как особую ценность. Бойцам на фронте они были нужнее. Но главное. Советское правительство, в отличие от гитлеровского руководства, озаботилось развитием валенной промышленности. Производство валенок было поставлено на индустриальную основу. Мы видим на груди работницы такого производства государственные награды. Этот труд был приравнен к боевым заслугам. И готовое изделие принимает и придирчиво оценивает по качеству военпред. Фронт и тыл сошлись здесь, в цеху валяльной фабрики. На мой взгляд, очень знаковый снимок. И еще одно фото. Вглядитесь в него. Производство валенок – это очень квалифицированный труд. Но он требовал не только определенных технологических навыков, но и физической выносливости. И то, что им в массовом порядке в годы войны занимались дети и подростки, можно смело приравнять к фронтовому подвигу. Красная армия не знала недостатка в валенках и продолжала в них свой путь к победе. Сейчас принято говорить, что победа ковалась в тылу. Зная значение валенка, можно смело сказать, что в тылу она не только ковалась, но и валялась. Только вдумайтесь в эти цифры. Всего в Великую Отечественную войну наши войска получили 11 миллионов 74 тысячи пар валенок. За годы войны было отремонтировано в пересчете на пары 20 миллионов 638 тысяч пар. Это боевой опыт. Во время войны советские артисты выезжали на фронт с концертами. Знаменитая певица Лидия Русланова однажды включила в свой фронтовой репертуар народную шуточную песню «Валенки». В 1943 году она записала валенки на грамм пластины. И случилось чудо. Песня про валенки моментально стала самой популярной. И, несмотря на шуточный характер, в войсках ее восприняли как песню боевую. И по праву отплясывали под нее в немецких эрзац-лаптях. За шутливыми словами и мотивом песенки скрывалось более чем серьезное отношение к этому элементу боевого обмундирования. Известно, что наиболее тщательным образом к своей экипировке подходят бойцы спецподразделений. Вы видите, как одеты снайпер и автоматчик спецвойск от КВД. Думаю, комментарии излишни. Ну вот мы и подошли к главному для нас, сотрудников Музея Зои, эпизоду в рассказе о валенках. Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская перед своим последним заданием, с которого она шагнет в бессмертие, совершила еще один поступок. Теперь, зная, что значили на войне валенки, вы сможете оценить глубокий, пронзительный смысл этих строк из воспоминаний о Зоях. Их написала Клавдия Александровна Милорадова, участница Великой Отечественной войны, разведчица части 9903, той самой части, в которой служили герой Советского Союза Зоя Космодемьянская, Елена Колесова и герой России Вера Волошина. Слушаемся в эти строки. Вера Волошина и я пошли за продуктами, ребята за боеприпасами. Двое получали теплое белье, валенки, головные уборы. Девушкам выдали коричневые шерстяные подшлемники. А валенки принесли мужские, огромные, светло-зеленого цвета. Только несколько пар их были малого размера. Пока проводились с продуктами, валенки разобрали. Осталась одна пара, самые большие, в которых влезали обе мои ноги. Я их не взяла, молча ушла на склад за байком, когда вновь вернулась в комнату. На моей кровати лежали маленькие валенки, на мою ногу. «Откуда это девочки?» – спросила я. Зоя положила. Она отказалась в валенках идти на задание. Говорит, в кирзовых сапогах легче. «Иду в комнату, Зоя. Они сидят. Саня юдит». «Уговаривать пришла? Не поможет. Иду в сапогах. Если тебе подходят валенки, иди в них». «Но ведь холодно. Ты об этом подумала?» «Да, подумала. Все равно иду в сапогах. В них легче. Я благодарю вас за интерес к нашей родной истории, за верность памяти о подбиблизовой господемьянской и миллионов наших соотечественников, благодаря которым у нашей страны и мира появилось право на будущее. Оружие Победы удостоено постаметных. Но пока нет памятника нашему простому валенку. Давайте сохраним память о нем в нашей душе. И пускай он греет не только душу, но и ноги. До встречи в медиагостиной Музея Зои. С вами был Роман Газанко. С вами был Роман Газанко.